Всем привет! Бывает такое, что несмотря на все усилия, подразделению или компании никак не удается выполнить поставленные задачи. И вроде все есть. Сотрудники стараются, цель четко поставлена и кажется такой достижимой, а результат все равно далек от ожидаемого. В чем может быть дело? Как найти и устранить причины неэффективной работы команды? С вами канал Справочное Бюро Предпринимателя, а сейчас все расскажем. Выявить основную, главную причину неэффективности деятельности команды не так уж и просто. Решение будет найти немного легче, если попробовать разобрать эту сложную, запутанную ситуацию по отдельным элементам. Давайте представим себе вашу команду. От чего может зависеть эффективность ее деятельности? Команда это в первую очередь люди, ваши сотрудники или коллеги. Это конечно их квалификация и опыт, но не только. Еще очень важными бывают личностные качества. Ну и личная мотивация, конечно. Куда же без мотивации? Проведите мысленный эксперимент. Представьте, если вместо имеющихся сотрудников у вас появились другие, существенно более опытные и умелые. И вдобавок дико замотивированные, просто рвутся работать, ну не остановить. Уборка конюшен? Я! Кроме того? Я! Да подождите вы, гражданин! Насколько изменится ситуация при сохранении всех остальных условий? Только будьте честными сами с собой и попробуйте проиграть эту ситуацию. Если вы поймете, что дело не совсем в ваших сотрудниках, то пойдем дальше. Эффективность деятельности команды зависит не только от индивидуальных особенностей ее членов, но и от взаимоотношений между ними. Это то, что называется организационной или корпоративной культурой. Об этом мы подробно расскажем в одном из наших следующих видео. Но сейчас достаточно понимания, что если отношения в коллективе складываются плохо, то никакая команда, даже если она составлена из идеальных сотрудников, к сожалению не будет работать как следует. Снова проводим мысленный эксперимент. Представьте, что все ваши сотрудники находятся друг с другом в очень хороших отношениях. Всегда готовы помочь друг другу и никогда не будут отвечать отказом на просьбы. И даже просьбы ждать не будут. Сами первыми прибегут помогать. Опять же при сохранении всех остальных условий и обстоятельств в точности в том виде, в котором они есть сейчас. Представили? Как вы думаете, изменит это ситуацию? Если да, значит вы нашли источник проблем. Ну а если нет, значит дело не в этом. И поэтому пойдем дальше. Эффективность подразделения или компании это еще и эффективность должностей. Человек может быть сколько угодно умным и опытным. Но если в рамках занимаемой им должности ему не предоставить для работы все необходимое, то ничего хорошего из этого не выйдет. В данном случае под должностью мы понимаем всю совокупность ресурсов, предоставляемых сотруднику. Начиная от материальных, оборудования, например, или исходное сырье, и заканчивая нематериальными, например, доступ к той или иной информации, или, например, правами совершать те или иные действия. И снова рисуем воображаемую картину, когда у каждого из ваших сотрудников есть все, что только может понадобиться. И даже еще больше. Прав, как у президента, ресурсов, как у Рокфеллера, или как у Илона Маска, ну кому что больше по душе. Но снова напомним, что в этой воображаемой картине все остальное должно остаться прежним. Те же сотрудники, те же отношения. Ну как, изменится результат? Если да, то нужно заняться обеспечением вашей команды. Ну а если принципиально ничего не поменяется, то попробуем поискать еще. Команда это не только сотрудники. Отношения между ними, их должности, права и ресурсы. Это еще и бизнес-процессы. Связи между отдельными элементами вашей организации, должностями. Алгоритмы работы и принятые последовательности выполнения отдельных действий. И опять мысленный эксперимент. В этот раз представьте себе свое подразделение или компанию, как идеально работающий механизм. Все тоже. Те же люди, те же должности и те же отношения. Но все отлажено просто идеально. Понадобилось что-то, а оно уже лежит под рукой. Отправил запрос, а ответ получил через секунду. Ничего нигде не теряется. Все всегда на своих местах и работает как положено. Сделает ли это вашу команду эффективной настолько, насколько вам хотелось бы? Если да, значит дело в бизнес-процессах. Ну а если нет, то у нас для вас плохая новость. Все причины неэффективной работы команды мы уже перебрали. Все. За исключением руководителя и поставленных им целей. Цели могут быть недостижимыми или вообще не соответствовать потребностям вашего бизнеса. Но про цели мы достаточно подробно уже говорили в наших предыдущих видео. И если вы решите, что с целями все в порядке, значит методом исключения получается, что все дело в руководителе. И может так случиться, что этот руководитель вы сами. Если так, значит это повод серьезно задуматься. Ну что же, на сегодня все. Спасибо, что смотрели. Не забывайте подписываться на наш YouTube канал Справочное бюро предпринимателя. А также нажать на колокольчик, чтобы не пропустить еще больше полезной информации. И конечно пишите комментарии под видео, мы их обязательно прочитаем и обязательно на них ответим. Увидимся.